Новости продолжают эфир. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Президент принял Аким Алматы. Ербулат Дусаев отчитался о предварительных итогах социально-экономического развития города. По его словам, с начала года в экономику мегаполиса привлекли триллион сто тридцать три миллиардов тенге инвестиций. Для качественного развития разработали новый градостроительный регламент, правила застройки и программы реновации. Новшества утвердят до конца года на сессии Маслехата. Дусаев также доложил, что в этом году бюджет на модернизацию объектов здравоохранения вырос в два с половиной раза и составил 26 миллиардов тенге. По итогам встречи президент поручил увеличить вклад малого и среднего бизнеса в экономику мегаполиса, а также продолжить работу по развитию транспортного каркаса. Президенты Казахстана и Армении посетили международный финансовый центр «Астана». Работают там больше трех тысяч компаний из более чем 80 стран, шесть из них из Армении. Объем привлеченных инвестиций через МФЦА превышает 13 миллиардов долларов. Управляющий Ренат Бектуров ознакомил глав государства с особенностями судебной системы и рассказал о работе Комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА. Отмечу, что между Комитетом и Центральным банком Армении действует меморандум о взаимодействии в сфере надзора и регулирования банковской и страховой деятельности рынков ценных бумаг. Сегодня в Мажелисе в первом чтении рассмотрели поправки в законодательство по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей и финансовых услуг. Новеллы предполагают снижение административных барьеров для привлечения иностранных крупных игроков в банковский сектор страны. Предложены меры, которые сделают доступными займы для микробизнеса. Кроме того, будут усилены механизмы защиты в сфере потребительского кредитования. Сегодня в казахстанском банковском секторе уже работают 8 зарубежных банков. Их материнский капитал находится в Китае, Корее, России, Арабских Эмиратах, США, Турции и Чехии. К слову, 80% кредитного портфеля банков в нашей стране займы малому и среднему бизнесу. Согласно поправок законодательства, которые рассмотрели в Мажелисе для новых игроков в финсекторе, расширят список видов деятельности. Речь идет о привлечении депозитов, выпуске платежных карт, обменных операциях с валютой. Сократится список документов для получения лицензии. Эксперты ожидают повышения конкурентности в банковском секторе. Следовательно, снижение ставок по кредитам. Если кредиты выдаются в тенге, они будут ориентироваться на базовую ставку национального банка. Если, однако, будут выдаваться кредиты в валюте, то они будут ориентироваться на базовую ставку иностранного государства. Но с точки зрения развития конкуренции и появления новых игроков в банковском секторе, я думаю, что риск аппетита у банков повысится и будет больше конкуренции из-за клиентов. И мы ожидаем, что определенное снижение ставок будет. Второй блок новелл коснется обеспечения доступности займов для микробизнеса в селах. Например, микрофинансовые организации в регионах пока не могут открывать депозиты, ввести счета клиентов, выдавать карточные счета. Для них теперь введут упрощенную базовую лицензию, снизит требования по активам, расширит полномочия. Мы думаем, что это позволит появиться определенному новому пласту банков второго уровня, которые будут оказывать услуги на региональном уровне, будут больше ориентироваться на микро и малый бизнес в силу тех ограничений, которые мы поставим для таких видов операций. И это позволит, самое главное, увеличить доступ малого и среднего бизнеса к финансовым услугам. Коснутся поправки и системы кредитования граждан. Для всех казахстанцев будет исключена неустойка за досрочные погашения банковского кредита. Изменения коснутся и микрокредитов. Введут запрет любых неустойок за исключением случаев невозврата займа. А для граждан из социально уязвимых слоев предлагается снизить ежемесячные платежи на 50%. Уменьшили размер комиссионных для страховых компаний. Во-вторых, на три месяца и делается трехмесячная отсрочка от платежей для людей, которые представляют социально уязвимые слои населения. Также есть большой блок поправок, связанный для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрено и усиление защиты граждан от рисков при использовании цифровых сервисов банков, в том числе через услуги маркетплейсов. К слову, по данным Агентства по регулированию и развитию финрынка, утечки персональных данных клиентов банков в этом году не было. Как выяснилось кибератаками на информационные системы банков, в режиме реального времени справляется специальная автоматизированная система. Больше двух триллионов тенге потратили казахстанцы на популярных маркетплейсах в прошлом году. Такие данные приводит Бюро над статистикой. Объем электронной торговли вырос почти в пять раз. У Гульнары Ермановой развитие темы. Чаще всего на маркетплейсах казахстанцы покупают технику, товары народного потребления, одежду, косметику и продукты. Предпочтение соотечественников изучили в Бюро над статистикой. Электронные торговые площадки пользуются все большей популярностью. Особый интерес любители онлайн-покупок проявляют китайским сервисам. Чтобы удовлетворить растущий спрос, национальный почтовый оператор связи даже запустил пилотный проект и теперь доставляет заказы из КНР прямо до двери покупателей. Только за полгода граждане получили более миллиона посылок. В год Казпочта обрабатывает более 15 миллионов посылок, из которых половина, можно сказать, связана с отправлениями внутри Казахстана. Порядка половины наших посылок поступает из-за рубежа. И в первую очередь, вы знаете, сейчас очень популярны именно китайские маркетплейсы. За последние годы объем электронной торговли увеличился в пять раз. Если в 2020 году казахстанцы оставляли на маркетплейсах чуть менее 500 миллиардов тенге, то в прошлом году приобрели товары на более чем 2 триллиона тенге. Причем соотечественники стали чаще покупать на платформах и путевки в зарубежные страны. В приложениях банков клиентам предлагают рассрочки и акции. Индустрия туризма получила новый виток в развитии – цифровой. Сами же торфирмы заявили, что из-за такой конкуренции их доходы упали почти на 40%. Если люди будут покупать путевки только на маркетплейсах, то без работы могут остаться более 6 тысяч человек. Я считаю, что это неправильно. Чтобы разрешить эту ситуацию, необходимо прежде всего создать равные условия для турагентов и маркетплейсов. Впрочем, пока представители одних сфер только пытаются адаптироваться к новым реалиям, другие уже обучаются навыкам электронной торговли в специальных центрах. Их запустили в регионах. Соответствующий законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов, готовят и в парламенте. Для онлайн-магазинов планируют прописать ряд требований. В первую очередь их приравняют торговым объектам, чтобы виртуальные продавцы несли полноценную ответственность перед покупателями. Гульнара Ерманова, 24КЗ. Почти 100 миллионов тенге переплатили потребители тепловой энергии и электричества в Восточно-Казахстанской области за последние полтора года. Этот факт выявили специалисты антимонопольной службы. Оказалось, что коммунальные предприятия региона необоснованно завышали тарифы. Например, только в городе Ридере и Катун-Карагайском районе жители переплатили больше 64 миллионов тенге. Однако, взымая с потребителей завышенную плату, поставщики комуслуг не индексировали зарплаты своим сотрудникам и не обновляли оборудование. Чтобы вернуть потребителям деньги решением антимонопольного ведомства, тарифы на тепло в Катун-Карагай снизили на 19% до ноября следующего года. За 2022-2023 годы КГП Алтайком Хоссервис не использовала тарифные деньги по назначению. То есть установлено нецелевое использование средств амортизационных отчислений или неисполнение средств тарифа по тем статьям затрат, которые предусмотрены в тарифной смете. Неэффективное расходование 2,5 миллиарда тенге предотвратили сотрудники антикора в Павлодарской области. В результате мониторинга в системе «Единое окно» госзакупок они выявили нерациональное использование бюджетных средств сразу по нескольким крупным объектам. Среди них и будущая школа в микрорайоне Дустык. На ее строительство заложили 2,2 миллиарда тенге, хотя объективная стоимость проекта чуть больше миллиарда. Большую помощь антикору оказывают волонтеры. Они выявили завышенные цены по госзакупкам на 308 миллионов тенге. Волонтеры предотвратили приобретение дорогостоящей установки архитектурной подсветки железнодорожного моста в городе Павлодар, на который с бюджета Акимат планировал потратить 133 миллионов тенге. После обращения волонтеров Акимат города Павлодара отменил закон. В Мангосталовской области за два дня задержали больше 340 незаконно работающих иностранных граждан. Полицейские выявили их при проверке строительных площадок и объектов предпринимательства. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Среди задержанных граждан Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Турции 30 человек депортировали. К примеру, гражданам Узбекистана разрешается находиться на территории Казахстана до 30 дней. Но они нарушают миграционное законодательство, остаются у нас надольше. Работают нелегально, без разрешения на работу. ОПМ «Нелегал» будет продолжаться до 18 октября. На всех нарушителей будет составлен административный протокол и дальше дело направят в суд. В Жамбылской области полицейские задержали за нарушение миграционного законодательства 280 человек. 150 иностранцев депортировали из региона, остальных оштрафовали. Сотрудники миграционной службы провели рейды по различным объектам. Выяснилось, что трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана работали без разрешительных документов на стройке, рынках и в кафе. За нарушение к административной ответственности привлекли 27 казахстанцев. Оказалось, что трудовые мигранты работают не только на физических лиц, но и на юридических, а это запрещено законом, рассказал начальник миграционной службы департамента полиции Арман Турдалиев. Сотрудниками полиции на одном из предприятий выявлено 119 иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность с нарушением закона. В отношении ухазанных иностранцев судом принято решение о выдворении. Теперь им закрыт въезд на территорию республики аж на 5 лет. А в отношении работодателя наложен штраф на сумму больше 700 тысяч тенге. Больше 2 миллиардов тенге направят на ремонт медучреждений в Восточном Казахстане. В порядок приведут больницы в городе Серебрянске и в поселке Новая Бухтарма в районе Алтай. В Искаминогорске почти полмиллиарда тенге инвестируют в обновление хирургических отделений онкологического центра. Система отопления, вентиляции и внутреннюю отделку помещений заменят в специализированном медцентре города, где оказывают экстренную помощь. Здание, построенное больше 40 лет назад, ни разу не ремонтировали. Ход восстановительных работ будут контролировать общественники и представители фонда социального медицинского страхования. Депутаты заверил секретарь городского маслехата Александр Светыш. Те проблемные вопросы, которые горожане поднимали и к нам обращались по ремонту областного специализированного медицинского центра, сдвинулись с мертвой точки. И мы своими глазами увидели уже отдел, отделение хирургии, полностью идет ремонтные работы, ведется ремонтные работы, у них система отопления. В Талдыкургане закрывается центр по оказанию психологической и социальной помощи людям, зависимым от алкоголя и наркомании. Частное учреждение работало благодаря спонсорам. Реабилитацию здесь пациентам давали бесплатно. Желающих получить помощь сейчас очень много и без поддержки государства удержаться на плаву не получится, рассказал нашим корреспондентам основатель центра Осет Жараспаев. У Гульнар Жантасовой детали. За год в этом центре психологической поддержки людей, зависимых от алкоголя и наркомании, курс реабилитации прошли 16 человек. Половина из них вернулись к полноценной жизни. Его руководитель Осет Жараспаев около 20 лет страдал от алкогольной зависимости, а когда избавился от нее, решил помогать людям. У нас нет медикаментозной помощи, мы не имеем на это права. Мы человеку помогаем разобраться с этой зависимостью, и мы показываем ему, что было, откуда, что берется. И вот, и он проанализировав вот это все, он сам приходит к убеждению, что пить не вариант. Сейчас центр не работает. Сюда продолжают приходить его бывшие пациенты, а волонтер Антон Балыкин убежден, что только социализация и психологическая помощь могут вернуть человека в общество. Как правило, в таких центрах работают люди, которые уже имеют историю выхода из зависимости. Они понимают, с чем живет человек, который находится в зависимости, и они имеют возможность поддержать его таким образом, чтобы дать ему опору, которой ему, собственно, и не хватает. Руководитель центра обращался во многие инстанции, но оказалось, что государственной программы согласодействия таким центрам психологической поддержки для алкоголиков и наркоманов нет. Социальную помощь оказывают только определенные категории людей, утверждает представитель управления занятости и соцпрограмм по области ЖТСУ Санья Наурзбаева. Этот контингент, он к нам не относится, потому что мы уже работаем с теми, которые уже имеют определенные заболевания. Эта сфера называется оказание специальных социальных услуг. Она регулируется стандартом, который утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты населения 263-й. На учете по приему психоактивных веществ в областном центре психического здоровья состоят 3700 человек. И это только официальные данные, говорит директор Самат Талгатула. Цифры намного больше. Есть определенные ограничения. Тест на наркотики показывает положительный, но мы этого пациента не можем принудительно взять на учет, потому что есть кодекс. Согласно кодексу мы должны взять согласие с пациентом на динамическое наблюдение. Получается, что в реальных цифрах мы не видим. Возможно, улучшить картину могли бы центры психологической поддержки. Больше 2000 человек в год проходят лечение в областном наркодиспансере. Однако, по словам врачей, практически половина из них срывается и возвращается к прежним привычкам. Гульнар Жантасов, Жазбай Усенов, 24КИЗ, область ЖИТСУ. На севере Нигерии из-за взрыва бензовоза погибли 147 человек. Еще более 50 получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию. Трагедия произошла в штате Джигава. В центральной части страны уточняется, что водитель бензовоза не справился с управлением. Машина перевернулась. Стало вытекать топливо. После произошел взрыв. Сообщается, что большинство погибших пытались собрать топливо из перевернувшейся цистерны. Израильские военные ликвидировали командира воздушных сил Хамас на севере Газа. Об этом Цахал сообщил в телеграм-канале. Согласно их данным, он также отвечал за запуски беспилотных летающих аппаратов. Кроме того, по сообщениям источника, за последние сутки израильские военные уничтожили больше 50 бойцов группировки в районе Джабальея на севере Анклава. Ранее в городе Рафах бойцами израильской пехотной бригады Нахаль была ликвидирована группа боевиков, готовившихся к атаке. Шесть человек погибли в результате массированной атаки Израиля по ливанскому городу Набатия. Еще 43 человека получили ранения. Среди жертв мэр города, сотрудники администрации и волонтеры передают рейтер. По словам очевидцев, в течение получаса были нанесены 15 ударов. Под бомбардировку попал район, где расположена действующая больница. Армия Израиля подтвердила атаку, уточнив, что в операциях на юге Ливана участвует флот. Корабли атаковали пусковые установки, здания и склады боеприпасов Хизбаллы. Отмечу Набатия. Крупный город с населением около 100 тысяч человек, включая беженцев из приграниченных с Израилем деревень. Сегодня отмечают Всемирный день хлеба. Уборка урожая зерновых в стране практически завершена. Средняя урожайность составила 15,6 центнеров с гектара. А в Закрама собрали больше 25 миллионов тонн зерна. Гульнар Жантасова расскажет больше. Для хлеборуба Артема Любимова этот уборочный сезон оказался сложным. Дожди и слякоть не давали вовремя собрать хлеб. Но несмотря на это урожай получился неплохой. С круга собрал по 25 центнеров. Но теперь другая проблема. Большая его часть – высокой влажности, говорит оператор сушильного аппарата Алексей Зинин. Мы следим за температурой шахт. То, что нам как нужно зерно не сжечь, нам нужно его просушить. Поэтому мы всегда там, всегда смотрим, следим. Мы можем до 4-5% скинуть при сушке пшеницы на семенное. И около 10% можем скинуть пури на товарняк. То есть дать побольше температуру и будет сохнуть быстрее. Есть объемы, но качество низкое, говорят земледельцы. И все это непременно отразится на цене. Сейчас все така забиты зерном. Так что просушить его и реализовать будет проблемно, утверждает Артем Любимов. Если хозяйство взяло 20 центров с гектара, по 65 тенге, это с гектара он получит всего 130 тысяч тенге. А, например, вот у нас при использовании жидких удобрений, сухих удобрений, вышла себестоимость на гектар тоже порядка 130 тысяч тенге. Поэтому здесь еще нужно подумать, как его реализовывать. По соглашениям аграрии в соотечественной проткорпорации сбыть пшеницу по выгодной цене могут только те предприятия, которые имеют форвардные контракты. Они защищают стороны от финансовых или других потерь. Ну а цена на рынке складывается уже другая. Поэтому поддержка государства важна, уверен Артем Любимов. В этом году мы постараемся поддержать зерно. Но это, конечно же, нам нужно, чтобы нам помогли поговорить с нашими банками второго уровня, чтобы сделать какую-то отсрочку, чтобы рынок установился. И мы начали уже по более выгодной цене продавать зерно. Только на экспорт в этом году в стране планируют отправить 12 миллионов тонн зерна. На сегодня 5 миллионов тонн уже экспортировали. 1,3 миллиона тонн отправили в Китай, 2 миллиона – в Узбекистан. Ещё у нас есть возможность со своей пшеницей выйти на рынок в Центральной Азии. В частности, с прошлого года мы наращиваем поставки зерна в Китайскую Народную Республику. Сейчас в северных регионах республики уборочная страда из-за непогоды приостановилась. Уже неделю аграрии не могут выйти на поля. В целом же в Акмолинской области собрали 6 миллионов тонн зерна. В Ульнар Жантасово, Абзал Азаматула, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24КЗ. В Западно-Казахстанской области заработал новый комплекс по переработке мусора. Современные предприятия открыли в Аксае, ко дню республики. Ежегодно там будут утилизировать 5 тысяч тонн отходов. Ежедневно из Аксае коммунальные службы вывозят около 30 тонн мусора. Проблему их переработки решила местная компания, запустив современный комплекс. Завод способен перерабатывать 5 тысяч тонн отходов в год. В строительство инвестировали 800 миллионов тенге. Этот проект очень важен для нашего региона. Благодаря открытию подобных предприятий решается проблема переработки и сортировки отходов. Это способствует сокращению объема отходов и сохранению природных ресурсов. К тому же созданы новые рабочие места. Комплекс оснащен современным оборудованием. Здесь будут сортировать пластиковые бутылки, картон, строительные отходы. Неподлежащие переработке сырье планируют сжигать. Установили специальную печь. Теперь руководство компании планирует запустить линию переработки. Мы уже понимаем, что нам нужно пойти на переработку картонных материалов. Это, думаем, что будут кассеты для яиц. Все полиэтилены, пропилены, пластики, пакеты. Мы пойдем на производство шпагатов и веревок. Третий вид – это шины. На третьем этапе мы хотим пойти на производство электричества. Путем инсенерации, парогенерации обогреваем воду, производим пар. Через пар будем производить электричество. Примерно такие у нас сейчас планы. Постоянные работы в комплексе обеспечили 30 человек. По мере наращивания производства штат увеличит. Альбина Кумаргалиева, Эльдар Аюпов, 24КИЗ, Западно-Казахстанская область. Полтора года на строгой диете и ежедневные интенсивные тренировки. В таком режиме проходили съемки фильма «Кожимукан» для актера Ербола Тулебергена. Он исполнил роль казахского полуана. Борца в молодости сыграл родной брат актера Диас. К слову, братьев на эту роль выбрали совершенно случайно. Алия Садыкова знает подробности. Биографическая кинодрама «Кожимукан» понравилась многим зрителям, кто уже успел посмотреть картину. Главную роль исполнил Ербол Тулеберген, выпускник Академии искусства имени Жургенова, где он, между прочим, сейчас преподает актерское мастерство. О работе над фильмом рассказывает с теплотой. Сцены борьбы с японским борцом Саракики дались особенно непросто, поделился Ербол. Саракики сыграл наш коллега Ашим Ахметов. Он тоже высокий и сильный. Из-за этих сцен съемочной группе пришлось делать много дублей. На это ушло целых четыре дня. Это была одна из самых длительных сцен фильма. Подготовительный период занял почти 10 лет, а сами съемки фильма длились полтора года. Много времени занял и отбор актеров, рассказывает режиссер Ханагат Мустафин. Кастинг был очень сложный, потому что я кастинг-директору Майре Абдебаевой поставил такие условия, чтобы главный актер был выше метра девяносто пяти, потому что Хашмухан сам был метр девяносто четыре. В целом где-то порядка две тысячи парней мы отсмотрели. С начала кастинга Ербол придерживался особого рациона питания, разработанного специалистами индивидуально для него. Каждый день до съемок он проводил в тренажерном зале. В течение двух месяцев актер учился каскадерским трюкам и сумел выполнить все сцены без дублера. Схожесть актера и его героя, знаменитого борца, отметил и внук Кажмукана, Бахджан Кажмуканов. Он надеется, что юные казахстанцы в будущем станут подражать не западным супергероям, а настоящему национальному герою, прославившемуся на весь мир больше ста лет назад. Картину удалось снять при поддержке Министерства культуры и Государственного центра поддержки национального кино. Алия Садыкова, Султан Бисикенов, 24КЗ, Алматы. 130-летие одного из основоположников казахской литературы, общественного и политического деятеля Сакена Сейфулина, отмечают в стране. Научно-практическая конференция, посвященная его жизни и творчеству, прошла в Кокшетау. Именно в Акмолинской области просветитель открыл первую школу. В научной дискуссии принимали участие видные историки и литературоведы. Они представили свои новые исследования и труды, посвященные Сакену Сейфулину. Мы должны дать должную научную оценку творчеству Сейфулина. И я призываю прекратить некоторые попытки искаженной подачи биографий исторических личностей, которые внесли неоценимый вклад в становление нашей государственности. Их жизненный путь должен служить нам примером самоотверженного служения своему народу. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.